На протяжении веков Романовы были одной из самых могущественных династий в мире. Более ста лет назад, в 1918 году, царь Николай II и его супруга Александра и все пятеро их детей были трагически казнены. Последний акт надежды этой семьи, возможно, случайно превратил их последние минуты в настоящий кошмар. Трагическую историю конца династии Романовых можно проследить до императрицы Александра, матриарха Романовых и последней царицы России. Родившаяся в 1872 году, как Алиса Гессенская, она была внучкой королевы Виктории. Однако в семье Александра скрывалась жуткая тайна. Мужчины и крода часто страдали от смертельного заболевания – гемофилии. Болезни, которые препятствуют свертыванию крови. Когда Александре не было и года, ее брат Фридрих, который болел гемофилией, умер после неудачного падения. В возрасте в 12 лет у Александра произошло почти судьбоносное событие. В 1884 году она встретила будущего царя Николая II на свадьбе своей сестры. С годами они сблизились и вскоре влюбились друг в друга. Николай даже записал в своем дневнике. «Моя мечта – однажды жениться на Алекс». Однако семья Николая ненавидела Александру. Особенно его мать Мария. Она считала Александру нервной и упрямой, а также с презрением относилась к ее немецкому происхождению. И глубоко подозревала, что она носит гемофилии. В 1894 году отец Николая, Александр III, заболел. Николай должен был стать царем и срочно нуждался в наследниках. Поскольку Александра была единственной женщиной, на которую он соглашался жениться, его родители вступили и, наконец, дали согласие на помолвку. Старый царь скончался всего через несколько недель, и Николай стал правителем России. Новый царь привез Александру из Германии и женился на ней 22 ноября 1894 года, через неделю после похорон отца. В результате свадьбы была лишена пышность, как это обычно бывает на королевских церемониях. Царь и царица могли быть монархами с величием, но их личная жизнь была весьма страстной. Во-первых, они настаивали на том, чтобы спать в одной постели, что не было обычным делом для королевских врагов того времени, когда многие монархи держали раздельные спальни. Спустя несколько месяцев после королевской свадьбы пара сделала важное объявление. Они ожидали ребенка. Все во дворце с нетерпением ждали мальчика, особенно Александра, ведь рождение наследника мужского пола укрепило бы ее положение при дворе и превратило бы ее из подозрительной чужестранки в мать наследного принца. К сожалению для Александры, у нее родилась девочка, Ольга. Удивительно, но Александра и Николай, казались, не были разочарованы. Николай отметил, мы благодарны, что она дочь. Если бы это был мальчик, он принадлежал бы народу, а так, будучи девочкой, она принадлежит нам. Первые месяцы и годы жизни маленькой принцессы Ольги из дворца начали поступать тревожные сообщения. Слуги шептались, что принцесса Романова сильно истекает кровью, что снова вызвали слухи о том, что Александр является носителем гена гемофилии, который убил ее собственного брата. Однако на тот момент это оставалось лишь слухами. Менее чем через два года императрица Александра родила еще одну девочку, миленькую княжну Татьяну. К тому времени Александра и Николай уже явно переживали из-за отсутствия наследника мужского пола. Когда Александра увидела, что снова родила девочку, она спросила, что скажет народ. К счастью, у Татьяны было свое секретное оружие. Она была потрясающе красива и выглядела точно как мать. По мере взросления Татьяну стали называть гувернанткой за ее властный характер. Семья Романовых сделала ее своим неофициальным лидером, несмотря на то, что Ольга была старше. Татьяну особенно привлекали к действиям, когда кто-то нуждался в дисциплине. В 1899 году, чтобы угодить царю Николая, императрица Александра вновь забеременела. На этот раз родилась еще одна принцесса, а не наследник престола – великая княжна Мария. Две девочки подряд могли показаться плохой удачей, но три уже выглядели как проклятие. Даже королева Виктория выразила свое мнение, написав «Сожалею о третьей девочке для страны». Царь и царица были глубоко разочарованы, но Мария предлагала определенное утешение. Она была очаровательной молодой девушкой, и многие родственники и друзья семьи постоянно отмечали ее естественную красоту. В семье ее прозвали «большие голубые глаза» за ее выразительный взгляд. Однажды джентльмен даже сказал, что у Марии лицо ангела, однако за ангельским лицом скрывалась тревожная правда. В 1904 году Мария столкнулась с угрозой для жизни во время, казалось бы, обычной операции по удалению миндалин. Принцесса начала сильно истекать кровью, настолько, что хирург остановился на полпути. Это было явным признаком того, что русская принцесса была носителем гена. Но никто во дворце не был готов признать это. К счастью, она смогла выжить, но проблемы со здоровьем были постоянной угрозой для Александры. Александр и Николай никогда не собирались сдаваться в попытках иметь последника мужского пола. Поэтому 1901 год оказался особенно разрушительным. В этом году у них родилась четвертая и самая известная дочь – великая княжна Анастасия. Если первые три девочки последовательно подрывали их моральный дух, то рождение Анастасии окончательно его уничтожило. По сообщениям, когда Николай услышал новость, ему пришлось долго гулять, чтобы успокоиться. Имя принцессы Анастасии сегодня почти мифическое, но настоящая девушка была гораздо более живой, чем принято думать. В то время, как три старшие дочери Романовых были строгими, воспитанными и женственными, Анастасия была совершенно другой. Она была озорным ребенком и часто попадала в неприятностность за свое поведение. Она пиналась и царапалась, разыгрывала домашний слух и даже лазила по деревьям, когда не хотела делать уроки. В лучшие дни это приносило ей прозвище «Чертовка», но в худшие дни. Берегись! В 1904 году царь и царица наконец получили то, чего так желали. В 1904 году Александра родила мальчика, Алексея. Когда императрица наконец пришла в себя после родов, она оглядела комнату и увидела море радостных лиц. Она сразу поняла, что это значит, и вскрикнула. «О! Не может быть! Не может быть! Неужели это действительно мальчик?» Действительно. Единственным человеком, который был более взволнованным, чем царица, был сам царь. Позже, в тот день, царь Николай II уединился в своем кабинете, чтобы записать дневнике. Великий и незабываемый день для нас. Нет слов, чтобы достаточно поблагодарить Бога за то, что выслал нам это утешение во время тяжелых испытаний. Сначала казалось, что ребенок совершенно здоров. Тетя заметила, что он был удивительно крепким младенцем с грудью, как бочка, и видом воинственного рыцаря. К сожалению, когда пришло время перерезать поповину, стало ясно, что что-то не так. После родов Александры врачи заметили, что рана от перерезанной поповины у Алексея не перестает кровоточить. В течение следующих нескольких дней императорская семья столкнулись с ужасной реальностью. Александра была носителем гемофилии и передала ее своему единственному сыну. Романовы были потрясены горем из-за болезни Алексея, что привело их к весь поспорному решению. Они решили сохранить гемофилию Алексея в государственной тайне, известной только их вверенному внутреннему кругу, чтобы поддерживать стабильность и мир в стране. Это должно было спасти их, но, как мы знаем, этого не произошло. Нового принца прозвали Малыш, и настроение всего российского двора часто зависело от того, как чувствовал себя этот Малыш. Когда он был здоров, остальная семья была расслаблена и счастливой. Но его более серьезные приступы наполняли их великой тревогой и меланхолией. Кровозлечения, которые не останавливаются, не были единственной проблемой, связанной с гемофилией. У Алексея было множество других симптомов и беспокойств, но худшим, безусловно, было, когда внутренние повреждения вызывали проникновение крови в суставы. В эти моменты Алексей едва мог двигаться и испытывал невносимую боль. В 1907 году трехлетний Алексей Романов споткнулся и повредил ногу, что вполне нормально для мальчика его возраста. Но Алексей не был обычным мальчиком. Небольшое падение вызвало внутреннее кровоизлияние, и всего через несколько часов маленький наследник оказался на грани смерти. Алексей лежал в постели, корчась от боли, с темными кругами под глазами и сильно опухшей ногой. Врачи отчаянно пытались спасти мальчика, но их усилия не приносили результатов. Семья была в отчаянии и обратилась за помощью к сомнительному источнику. Исчерпав все возможности, Александра вызвала странного мистика из Сибири, который утверждал, что может исцелить мальчика. Его звали Григорий Распутин. И царица пригласила его прямо в императорский дворец. Распутин молился над измученным телом Алексея и сказал, «Твоя боль уходит, скоро ты будешь здоров. Ты должен благодарить Бога за исцеление, а теперь иди спать». Затем Распутин ушел, и Романовы молились о чуде, которое, казалось, свершилось. На следующее утро Алексей Романов был совершенно другим ребенком. Если ранее он лежал в агонии, едва способный двигаться, то теперь он сидел в постели. Его температура и опухоли исчезли. Это действительно выглядело как чудо. С того дня царь и царица стали доверять Распутину больше, чем кому-либо, когда дело касалось здоровья Алексея. Но приглашение этого мистика в их жизнь имело серьезные последствия. Благодаря этому чудесному исцелению Распутин полностью завоевал доверие императрицы Александры. Она заставила всех своих детей называть его «наш друг» и поощряла их делиться с ним самыми сокровенными мыслями. Со временем люди начали замечать влияние Распутина на императорскую семью. Ходили слухи и сплетни, которые волновали окружающих. Не все во дворце были под влиянием Распутина. И гувернантка девочек, София Ивановна, явно не одобряла его присутствие. Однажды она вошла в детскую комнату и обнаружила ужасную картину. Молодые девочки проводили время с Распутиным, одетые лишь в тонкие ночные сорочки. София сообщила о случившемся императору Николаю, который не был так очаровым Распутиным, как его жена. Николай немедленно потребовал, чтобы Распутин прекратил свои неформальные визиты в детскую. Александра была так разгневана на гувернантку, что уволила ее в ответ. На протяжении своего правления царица Александра так и не смогла завоевать сердца русского народа, несмотря на все свои усилия. Ее немецкое происхождение вызывало подозрения у русских, а ее одержимость Распутиным только ухудшала ситуацию. По мере роста антинемецких настроений накануне Первой мировой войны, ненависть русских все больше сосредотачивалась на ней и ее сибирском мистике. Старшая дочь Романовых, Ольга, все больше чувствовала дискомфорт из-за влияния Распутина на ее родителей и пыталась освободиться. Она также, казалось, осознавала, что страна поднимется против их семьи, однажды спросив слугу, «Почему настроения в стране изменились против моего отца?» В 1914 году началась Первая мировая война, что стало худшим, что могло случиться с Романовыми. Германия стала машиной для войны, а Россия сражалась практически палками. Неважно, сколько людей было у царя Николая, они не могли противостоять германской армии. И тогда Николай совершил фатальную ошибку. Распутин имел катастрофическое видение, в котором он увидел, что русская армия добьется успеха только если царь лично возглавит командование. Николай послушал, но это была огромная ошибка, которая привела к массовым потерям и волнениям, что стало началом конца Романовых. Первая мировая война также нанесла ущерб отношениям между царем и аристократией. Высшие круги знали, что что-то нужно менять, и у них был план. 30 декабря 1916 года могущественные придворные печально известным образом убили Распутина, лишив Романовых их странного фаворита. После Первой мировой войны и жестокой смерти Распутина Россия оказалась в полном хаосе. В ответ на слухи о революции царь Николай попытался использовать своих гвардейцев для подавления беспорядков в Санкт-Петербурге. Но когда он приказал им стрелять собравшихся граждан, его ожидало потрясение. Они категорически отказались и стреляли в воздух. С этого началась революция. В течение нескольких дней после мятежа правительство вынудило Николая отречься от престола. Эта мысль ужасала царя, но что он мог сделать? У него не было ни поддержки, ни войска. Он согласился на отречение и официально прекратил свое правление 15 марта 1917 года, завершив три века непрерывного правления Романовых. Но его проблемы на этом не закончились. Сначала жизнь для опальных Романовых не была так плоха. Они жили под охраной в своем роскошном Александровском дворце. И Николай с семьей могли притворяться, что все по-прежнему нормально. К тому же у них был запасной план. Который, как они были уверены, сработает. Брат Николая, король Великобритании Георг V, уже заверил семью, что они могут найти у него убежище. Георг V, внешне практически неотличим от Николая II, был с ним очень близок. Однако, когда Николай обратился за помощью, Георг предал своего брата. Он отозвал свое предложение, полагая, что присутствие Николая повредит его собственной монархии и таким образом оставил Романовых на съедение волкам. В апреле 1918 года большевики окончательно завладели властью в стране. Вскоре после этого они привезли Романовых в Екатеринбург. Им часто приходилось останавливаться посреди глуши и прибравляться через ледяные реки в течение истощительного пятидневного путешествия. В Екатеринбурге они столкнулись с своей ужасной судьбой. Революционеры не смотрели благословно на то, чтобы Романовы продолжали жить в изысканном стиле. В результате они адаптировали дом Ипатьеву под приют для семьи и назвали его домом особого назначения. Когда семья вошла в этот дом, их захватчики обратились к Николаю как гражданину Николая Романову, что символизировало окончательную утрату королевских киту. Впервые в своей жизни Романовы сами стирали и готовили еду. Девушки носили грязные формы, и их волосы часто были неряшливыми. Для Николая последним ударом стал запрет носить эпалеты, последний символ его бывшего авторитета. Кульминацией стало полуночное время 17 июля 1918 года. Романовых собрали в подвал, где большевистский стрелковый отряд попытался их казнить. В трагическом повороте событий пули не смогли пробить одежду детей, украшенную спрятанными драгоценностями, шитыми ранее для сохранения ценностей. Хотя Николай и Александр погибли от первых выстрелов, дети пережили атаку, получив ранение, но оставшись живых. Ошеломленные большевики собрались силами и завершили свою мрачную миссию, убедившись, что никто из Романовых не выживет. После того, как большевики уничтожили всю семью Романовых, они приступили к утилизации тел. В процессе этого сделали тревожное открытие. Каждая из девушек Романовых носила амулет с изображением Григория Распутина, спрятанным внутри. Даже после его смерти безумный монах все еще оказывал необычное влияние на королевскую семью. Большевики похоронили тела Романовых в безымянной могиле, и Советский Союз не объявил о их гибели. Фактически правительство признало казе Романовых лишь через 8 лет, что привело к предположениям о возможной выжившей. В течение десятилетий так называемая Анна Андерсон, пациентка берлинского психиатрического заведения, утверждала, что является великой княгиней Анастасии, спасшейся от расстрела. Хотя многие сомневались в ее словах, многие замечали, как она сильно напоминала по внешнему виду и манере поведения великую княгиню. В 1994 году эксперты сравнили ткани Анны Андерсона с образцом от родственника Анастасии, принца Филиппа. Результаты подтвердили трагическую истину. Совпадений не было. Историки теперь считают, что Андерсон на самом деле была Францишка Шанкова, польская рабочая с психическим расстройством. О судьбе детей Романова после казни и скелеты, найденные в земле, мы знаем крайне мало. Существует ужасная теория, что несмотря на то, что Николай II был застрелен, его дети, укрытые в семейных драгоценных амулетах, были облиты кислотой и даже подверглись ожогам, возможно при жизни. Благодарим вас за просмотр этого видео. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, для получения еще больше увлекательного контента.